Доброе утро, друзья! Новости с Украины. Мы всегда оптимисты и другой раз знаете, Россия просто всех смешит. Ну ладно, давайте по порядку. Значит, первое. Каких-то больших наступлений со стороны российско-фашистских войск на сегодняшний день не замечено. Просто потому что, помните, еще Христо Грозев где-то неделю назад говорил, что их как раз на неделю и осталось. Вот на такие активные боевые действия. Так вот, похоже, что какой-то потенциал крупных операций у них действительно исчерпан. Но, тем не менее, они стреляют ракетами практически по всей территории Украины. Ракеты уже не крылатые, а баллистические ракеты летят. И они переходят постепенно на бомбежки авиационными бомбами. Но сказать, что очень часто тоже нет. Почему? Потому что их довольно много сбивают. И для очень многих летчиков первый вылет оказывается же последним. Вчера интересная на Интерф... В НИАН была пресс-конференция трех сбитых расистов. Один из них подполковник, еще два майора, что ли. Ну, не столь важно. Их звание все сбитые. И там были иностранные журналисты. Как говорится, допросили этих сбитых летчиков от А до Я. Как они могли бомбить женщин, детей. Ну, конечно, они частенько включали дурака. Мы не знали, что мы женщин, детей бомбим. Мы не знали, что мы убиваем мирное население. Ну, кто ж поверит. Кто поверит, сегодня уже все все знают. Это только показывает лишний раз лицемерие. Интересный момент, что когда их спросили, А что же, почти все последние случаи, когда ваши летчики пытаются катапультироваться, они все почти, практически все они погибли. Потому что у них не раскрывается по той или иной или третьей причине парашют. И они это предпочли не ответить. Ну, потому что они все прекрасно понимают, что Путлеру не нужны такие, как они, в плену. Не нужны вот такие пресс-конференции. Поэтому он предпочитает летчику, говорится, мертвых и одноразовых. Вылетел, сбили, погиб. Все. Вот таким вот образом. Еще такая интересная история, знаете. Рашисты заявили, что Запорожская атомная электростанция, мы догадали, находится на территории России. Поэтому должна подчиняться Росатому. Но они больные на всю голову люди. И понятно, что выдают желаемое за действительное. Они оттуда вылетят, как пробка из бутылки. Не мытьем, так катанием. Но Россия опустила все все тяжкие. Вы прекрасно знаете, она конфисковала самолет у иностранных государств. Она лезет на чужую электростанцию и объявляет ее своей. Ну, я даже не хочу это обсуждать. Как-то, знаете, это судороги, это бред и это конвульсии. Конвульсии России, которая доживает, судя по всему, последние месяцы в том виде, в котором мы привыкли ее видеть. И, соответственно, после того, как она вся навернется, ну, потом будет другое какое-то, точнее, другие будут какие-то государства, с которыми можно будет говорить по-человечески, с человеческим языком. С этим государством, конечно, ни о чем уже говорить не придется. И да, помните, Украина обязательно победит и все будет Украина.